Друзья, дорогие подписчики, милые подписчицы, Буба Косторский, ну мы конечно не Буба Косторский и времена сейчас не 20-х годов, сейчас не 18-й, не 19-й год, и мы не в Одессе, мы в Валенсии, посмотрите какая красота, конец ноября месяца, 23-е число. Что мы делаем здесь, на Вене-де-Франции, в этой урбанизации, я вам скажу, мы покупаем сейчас по заданию клиента, ищем точнее на покупку дорогую квартиру в районе райончика Минорка, то есть в Вене-де-Франции. Итак, мы на Вене-де-Франции, мы ищем нашему клиенту квартиру в этом районе, в этом микрорайоне. Конечно, хотелось бы нашему клиенту купить квартиру с видом на город науки и искусства, друзья, но вы же понимаете, что средняя стоимость квартиры там 700-800 тысяч евро. Квартира вот здесь, я сразу оговорюсь, 460 тысяч, 460 тысяч евро без выплат, без комиссии агентства, без стоимости наших услуг. Что касается ремонта, вопрос спорный, на мой взгляд, кроме полов я бы ничего, конечно, оставлять не стал, все-таки, несмотря на современность вот этого всего, вот этот чудный бассейн, вот эта чудная закрытая урбанизация на Вене-де-Франции, тишина и покой, великолепие, так сказать, ремонт в квартирах как-то принято говорить, такой уставший. Оговорюсь еще раз, квартира стоит 460 тысяч евро, дюплекс двухэтажный, дюплекс, двухэтажный дюплекс, 113 квадратных метров, две спальни, два санузла, гостиная, еще какие-то помещения. К сожалению, пока снимать нам не разрешили, мы не уверены, что именно эту квартиру мы купим. Мы будем смотреть что-то еще, но, тем не менее, мы сейчас выйдем на улицу, вид из окон, из всех практически окон, частично застает парк Турия. Вот мы выходим из подъезда, вот, собственно, и сама Вене-де-Франция, та самая знаменитая Вене-де-Франция. Друзья мои, как бы это пафосно ни прозвучало, но не имея в кармане, ну, примерно сколько у меня тут, ну, где-то, ну, может быть, около 1000 евро, появляться на этой улице, на мой взгляд, бессмысленно. Недешевые рестораны многочисленные, в частности, вот, стилизованный в мафиозном стиле вот этот ресторан, по мотиву моего любимого крестного отца. Бона сэра, бона сэра, ты пришел ко мне в день с вами у моей дочери и просишь меня совершить убийство за деньги, почему ты так меня не уважаешь? Почему ты не пришел ко мне раньше, как к другу? Любимый фильм вашего ведущего Владимира, да и я так понимаю, что я и Алексея Юрьевича, мы его сегодня не показываем, он имеет некоторую такую приятную помятость джентльменскую, он пахнет немножко виски и туалетной водой. Не буду скрывать, он имеет определенный успех уже у женщин. Я-то, при всем своем уважении, может быть, тоже бы его имел, но все-таки я люблю свою супругу, у нас давние хорошие отношения, уже были 30 лет. Алексей Юрьевич у нас мужчина холостой, нынче поднимающийся по лестнице, по социальной лестнице, а что скрывать, да? И те, кто, по крайней мере, жил в Европе или живет и побывал все-таки в Валенсии, этим летом наслаждался отдыхом, мы, в отличие от вас, конечно, отдыхом не наслаждались. Мы в самую топовую жару под 40 градусов снашивали ноги по самые наши мужские причиндалы, извиняюсь за выражение. Купили одному нашему инвестору 4 квартиры, ну, 3, 3 квартиры. Вот эти те самые топовые квартиры с двумя санузлами, большие, с лифтами, обзоры, которые у нас есть на нашем канале. Рыночная стоимость по сегодняшнему дню. Еще раз хочу напомнить, ой, а еще говорят, что маленькие собачки не гавкают. Ой, гавкают, да еще и как, на самом деле. Вот почему мы предпочитаем в коммунальное сообщество наше все-таки не брать людей с маленькими собачками, которые никому, по словам хозяев, не доставляют проблем. Доставляют, доставляют. Ночью, в 2 часа, я думаю, что соседи не будут очень, так сказать, как-то сильно рады, услышав вот эту милую собачку. Три инвестиционных квартиры, купленные в период с апреля по июль. Средняя стоимость каждой из этих квартир у нотариуса от 135 до 150 тысяч. Сейчас рыночная стоимость этих квартир, за которые их можно просто легко продать, вот продать вот так, как говорится, да? Ну, 170-175. Ремонт оговаривается отдельно. То есть вы понимаете, что это даже, наверное, не 175. То есть в квартиры вложены средства, стеклопакеты, в электрику, в сантехнику, в воссозданные какие-то санузлы. То есть вы понимаете, что такое вложение в недвижимость в Валенсии, в которой все меняется каждые полгода. Да, конечно, сейчас есть такое впечатление, что немножечко, чуть-чуть поднаелись вот этим подорожанием, и по-прежнему неликвидные квартиры очень тяжело продаются. Неликвидные. Но, друзья, мы сегодня говорим не о неликвидном жилье далеко. Но в то же самое время и назвать это все какими-то выгодными вложениями, я бы так не сказал. Это жилье для себя, это для людей, у которых достаточно средств, чтобы позволить себе купить квартиру в районе полумиллиона. Полумиллиона евро. А вот то, куда мы с вами сейчас приближаемся, в сторону города науки и искусства, непосредственно саму набережную Турии, ну, за полмиллиона вам предложат квартирку метров 60 с окнами во внутренний двор. Не будет никакого вида на все эти красоты. Такого не будет, конечно. Стоимость квартир с видом на парк Турия, я думаю, что составляет, не я думаю, нам идеалисты подсказывают, что по сегодняшнему дню это примерно 600-700-800 тысяч. То есть видовые квартиры с видом на все эти красивые сооружения. А говорите еще раз о погоде. Все-таки 23 ноября. Не могу сказать, что прямо жарко, но ветра нет. Температура где-то на пике сегодня была около 20 градусов. Какая прекрасная девушка, замечательная. Испанка. Вот, красавица. Посты и непосредственно и замечательные люди. Кстати, в кассаде Рома неоднократно мы здесь откушивали, Алексей Юрьевич, как вы помните. В моей супруге поглянулся этот ресторан. Я умолчу о том, что еще в этом ресторане происходило. Это вообще такая конфиденциальная информация все-таки. А, да-да-да. Нет, ничего криминального. Но если что, вы обращайтесь. Я лудильщик, по имени Эско, дела мои процветают. Посмотрите, какие урбанизации на районе Минорка. Вене до Франции осталось позади. Мы выходим с вами на набережные Турии. Вот мы возьмем, в частности, вот этот дом. 700-800 тысяч. Вот с видом вот на все вот это. По солнышку, может быть, как раз мы сейчас с Алексеем и пройдем. Обогнем квартал. Выйдем к Корт Инглесу, к торговому центру Агва. Сделаем такой небольшой кружок. И потом снова выйдем на Вене до Франции. Прогуляемся вот так вот по району. Друзья, все-таки, конечно, очень дорого. Ну, русскоязычные. Представьте себе, сейчас себе Валенсию, так сказать, без Укра и русскоязычных людей. Практически невозможно, так сказать. Они везде, на каждом шагу. 12 лет назад, когда я сюда приехал первый раз, встретить русскоязычного человека, ну, это была, я вам скажу, большая, конечно, редкость. А сейчас обычное дело. Представляется мне, что вот этот дом, в частности, он и выглядит достаточно бюджетным. Но мне представляется, что именно этот дом хорош именно только тем, что с верхних этажей открывается, конечно, потрясающий вид. А если мы возьмем вот эту вот башню, это фактически достопримечательность Валенсии. Там даже наверху стоят эти проблесковые маячки для летательных аппаратов всевозможных. Он виден и со всех точек. Я думаю, что на самом верху, на верхних этажах, стоимость квартиры, вне зависимости от планировки, они у всех хорошего настроения. Ветра нет, стоят высокие люди. Красавцы. Понятное дело. Опять же, за новый лук я поблагодарю мою супругу, так сказать. То есть на мне сегодня практически, ну, кроме куртки, все новое. Испанский флаг. Гордо реет на... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... На тринадцатом этаже. На тринадцатом этаже. Ты угадал, да. Машинки здесь стоят кое-где повеселее. Вот, Ауди. Конечно, все лучшие образцы автомобилей, которые есть у жителей этих домов, стоят, конечно, на подземных паркингах. Не здесь, не на улице. Конкретно в этом доме квартира, как я уже сказал, шестьсот, семьсот, восемьсот тысяч. Полмиллиона – это квартира, выходящая во внутренний двор. На ту сторону. То есть сюда окнами не выходящие. Должен оговориться, есть 56 метров квартира. По-моему, вот в следующем доме. 219 тысяч. 55 метров квартирка. Без внешних окон на парк. То есть это маленькая студия по испанским понятиям. Всего лишь за 220 тысяч. Но на авенитах в Франции, рядышком с авенитой Франции. Я, к сожалению, не помню, как называется сама набережная. Алексей Юрьевич, как обычно, посмотрит, ставит титры, если захочет. Друзья мои, но тем не менее, мы начинали с вами канал вести. Первые выпуски прошли у нас, если память не изменит, в февраль, март. То есть мы примерно вот так же одевались как бы в феврале и в марте, да. Сейчас у нас конец ноября. Мы не видим, конечно, не совсем видим красивые сооружения, но зато они прекрасно видны с последних этажей. Большие очень галереи на последних этажах. То есть это, ну, если это даже не терраса, то это длинный и достаточно широкий балкон. Если уж не терраса, то балкон, конечно. Посмотрите, какая красота, когда деревья здесь зеленые летом. Да, вообще, в принципе, здесь прекрасно в любую погоду, в любой сезон. Ну, наверное, кроме там дождя с ветром, да, безусловно. Но сейчас, когда есть хоть какие-то, так сказать, вот эти вот солнечные потуги, хотя время уже на самом деле немалое, мы снимаем сегодня достаточно поздно, сейчас 5 часов, обед только закончился, но многие агенты назначают просмотры уже начиная с 16 часов. Им достаточно 2 часов, чтобы покушать, передохнуть и двинуться дальше в свой нелегкий, так сказать, тяжелый путь по покупке и продаже квартир. Друзья, вы понимаете, что здесь, перед этими окнами, никогда ничего не будет построено. Это на века. Безусловно, на века. Это будет всегда. Опасаться не за что. Никто уже здесь ничего не втемяшит, не перекроет никакую дорогу. Вот это дюплексы. Обратите уже внимание, пожалуйста, видишь? Они даже выделены, так сказать, да? Это двухэтажные квартиры. Друзья, дома построены не то, чтобы, конечно, недавно, прямо скажем, домам, я думаю, что лет, наверное, по 30, если даже, может быть, и не больше. Все самые современные более-менее дома, они там в глубине дворов, на Винни-Франции, откуда мы как раз и ушли. Но последние дома в урбанизациях соседствуют, я вспомнил. Пенероха, мать твою! Это ж Пенероха! Пенероха, господи боже ж ты мой! Потеряли форму. Как Алексей Юрьевич сказал, что мы просто погрязли в этом... Операционке. В операционке. Это обилие квартир. Друзья, вы не думайте, что это такой легкий, простой хлеб. Ну да, ну, наконец-то мы что-то уже, так сказать... Я, знаешь, как музыкант в прошлом, когда вижу этот мост, у меня вот это все время вот ассоциации с каким-то струнным инструментом. Ну уж, если, может быть, не сарфой, то с каким-нибудь средневековым инструментом. Может быть, какой-то лютний, не знаю. Ну, сарфой, да, в том числе. Я думаю, что задумался это примерно как арфа. Друзья мои, посмотрите, и вот до Авене-де-Франции вот небольшая улочка. Ну, господи, почему же так дорого? Почему же так дорого? Вообще, в принципе, дорого. То есть, ну, квартиры по полмиллиона, это минимальная цена. Вот полмиллиона здесь, за какую-либо квартиру. Полмиллиона. Это в недавнем прошлом, ну, наверное, все-таки еще и в настоящем, но можно в режиме 5 инвестиционных, инвестиционных бюджетных квартир, ну, 4 за полмиллиона. Нет. Для золотой визы. Ведь тема с золотыми визами по-прежнему работает. Друзья мои, мы квартиру, кстати, смотрим, я так просто в двух словах скажу о том, что это интернациональная пара, там присутствует русскоязычный человек в этой паре, я не буду говорить, так сказать, кто мужчина, кто женщина, там гражданин Европы или гражданка Европы, ну, интернациональная пара, русскоязычный в присутствии человек и гражданин Европы. С деньгами все в порядке, деньги на счету, и даже не на одном. Вот люди, мне это решение не совсем понятно, я уже об этом много раз говорил в наших видео, о том, что покупка полумиллионного жилья в городе мне представляется немножко сомнительной. Леш, что скажешь по этому поводу? Ну, полмиллиона евро. Квартира. Сагородный шикарный дом. Дом. Шикарный. Уже шикарный, вот. Автомобиль или даже два автомобиля и шикарный загородный дом. То есть, а если у людей все это уже есть, может быть, даже не в одной европейской стране, но тогда, как говорится, у богатых свои привычки. Да. Ну, захотели люди в Валенсии. Почему не Бенедором? Многие наши клиенты и наши жильцы в наших комнатах даже обращают внимание на то, что многие красивые, пафосные места в Испании по побережью Коста-Бланки зимой представляют из себя очень скучное, грустное зрелище. Унылое. 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 Нет жизни, нет движухи никакой вот этого знаменитого движа какого-то, да. Это все-таки город. 800 тысяч человек. Надо понимать, что это город на море, что есть аэропорт, что есть хоть какая-то воскресная торговля и не какая-нибудь Аккорд-Инглес, Карфур и прочие места. Возможности к знакомствам, Алексей Юрьевич, на собственном примере теперь уже может вам подтвердить, что да, перспектива знакомств здесь. Ну, особенно высокий и завидный мужчина, который здесь имеет уже какое-то, так сказать, отношение к бизнесу. И зарабатывать здесь. Да, это выгодная партия, я бы так сказал. Жалко, я не могу показать вот эту морду сейчас за камерой. Это того, как кота. Как кота вот этого. Кота. Да, чтобы не портить общее впечатление. Прямо вот ангус и все. То есть прям мясо. Прям ангус. Вот мясо прийти пожрать. По крайней мере, расчесочку эту замечательную, так сказать, прекрасно видно, все хорошо. Знакомство с Валенцией вообще начинается всегда примерно с этих мест. То есть очарование, даже для меня, как для жителей, бывшего жителя Петербурга, вот эта замена, замена вот этому пятачку, вот этому Петропавловской крепости, Биржевому мосту, Дворцовой набережной, Эрмитажу, Петроградке, вот этому всему, вот этому такому нашему любимому на 7 дней в году, на Белые ночи. Какая-то замена вот это вот. Вот. Превосходная замена, так сказать. Эти сооружения никогда не приедаются. Я, конечно, к ним попривык за 12 лет, но тем не менее, всегда, всегда с восторгом готов их увидеть в очередной раз. Корт-эн-Глес, отели. Место, ну, сами видите, соответственно. Наиболее свежие дома, которые строились буквально в тот момент, когда мы сюда стали приезжать, это вот эти дома. Заканчивалось строительство, строились дальше туда, так сказать. Это вот уже дома, которым, ну, 12-14 лет, 10 лет. И даже меньше, туда подальше. Но уже не так интересно. Все-таки пустынные места там, такие в сторону порта. Ну, так. Я бы не сказал, что прям вызывало какой-то восторг. Но вот эти пара домов еще, конечно, куда не шло все-таки. Там океанариум. Вид из окон тоже прекрасный. И квартиры чуть-чуть подешевле, чем здесь. Ну, не на много. Ну, тысяч на 50, может быть. Может быть, на 100. Вот такая перспектива на Винни-де-Франции. Открывается с урбанизациями. Согласитесь, это где-то так вот высота, она как бы намекает на некий пафос, на некий престиж. Да? Почему нет? Я давно уже не видел местных полицейских ни на каких-то пыжиках там, ни на каких-то там этих, как Рено каких-то, да? Все давно уже как-то на фортах, на кроссоверах на каких-то. Ну, что тут скажешь? Ну, бог ты мой, ну скажи. У тебя даже, у тебя даже, давай я только шапку твою покажу. Не надо, не надо. Шапка прям просто как океанариум. Она пилотка практически такая же. Ну, посмотри, ну... Посмотрите, как заходящее солнце играет на струнах этого замечательного моста. Бог ты мой. И как подсвечен сейчас красиво вот этот музей у них там, самой науки там и чего-то там у них, да? Посмотрите, какой вид. Океанариум. Место. Это стоит этих денег. Ну, тут уже немножко все-таки контрольный такой совсем свет. Друзья, какая минорка? Вот выступающий... Мы идем туда. Выступающий крайшек урбанизации. Последний вот этой, да? За ней, с правой стороны, за этой урбанизацией уже начинается не менее знаменитый район, где все еще доступно бюджетное жилье. Со всеми, конечно, минусами. Такими, как цыгане, окупасы. Эль Грау. Вот с правой стороны, в сторону моря, в сторону пляжа. Эль Грау потом непосредственно перетекает плавненько в Мальворосу. В Кабаньяль. Но вот это место... Конечно... У меня уже заканчиваются слова восторга. Я, конечно, давно здесь живу. Витрина Квартинг Леса. Томас Сабо. Да. Ну, правда, здесь в наличии не было. Пришлось заказывать. Ну, супругу решила украсить мою длань вот таким вот рыцарским, так сказать, перстнем, который символизирует, так сказать, что-то там... Отгадайте цену. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, сколько стоит эта техника. Цена такая... Нормальная... Демократичная. А демократичная просто... Отгадайте, сколько это стоит. Ну, не без драрметаллов. Друзья мои, ну, вот такой вот вход в Кортинг Лес. Торговое место одной из самых престижных Валенсии. Соседствующая с ТЦ Агва. То есть за покупками, за какими-то погулять, походить, потом пешком дойти до моря. Конечно, это сюда, безусловно. Это сюда. Вот урбанизации, которые выходят до самой Вене-Инфранции. Пройдемся, по ним тоже посмотрим. У нас на сегодня больше здесь нет никаких просмотров. Просмотры в такие квартиры назначаются крайне редко, потому что люди без конца чем-то заняты. Без хозяина с ключами такие квартиры показывают крайне редко. Это обязательно должен присутствовать хозяин или доверенный какой-то человек. В квартирах обстановка все-таки во многих еще, так сказать, люди либо живут, либо недавно жили. Ну, мы сегодня смотрели квартиру, она такая, в общем-то, ну, в принципе, можно сказать, что пустая, готова к продаже. Если наш клиент согласится на то, что мы ему сегодня покажем и расскажем, то вполне возможно, друзья, мы приобретем дорогую квартиру. Это уже не первый опыт покупки хорошего жилья для собственного проживания в нашем агентстве. Все вы прекрасно помните квартиру, купленную летом нашим клиентам, находящуюся в зоне нового компонара. Понятно, что, во-первых, здесь продается, ну, достаточное количество, я сегодня посмотрел на идеалиста, но цены, цены, по 600 тысяч вот в таком, например, вот доме. Друзья мои, ну, честно говоря, вот в этих урбанизациях, сколько бы они прекрасны бы не были, но без какого-либо вида, даже кусочка какого-то вида, вот как в квартире, в котором мы сегодня были, там есть кусочек вида на парк. Все-таки седьмой этаж, да, седьмой, кажется, седьмой этаж, но хоть что-то. Ну, представьте себе, второй, третий этаж. Ну, что здесь? Дорого и не круто. То есть уже нет смысла. Ну, вот этот дом вообще, наверное, один из первых, и он производит пищевые такого, как общага какая-то, в принципе, да? Кипарисы у человека растут, пальмы у человека растут. Так это все-таки верхотура самая, более-менее престижно, понятное дело, да. Но в целом дом такой, как-то, как какое-то общежитие такое американское, из американских фильмов какое-то такое, ну, такое бюджетное, да? То есть, опять же, смысл покупать здесь что-то за полмиллиона, ну, тогда уж надо брать ипотеку еще на 300, и с видом на... Ну, да, прекрасно все, чудо замечательно, фонарики, парк, деревица какие-то, заборчик красивый. Что? Собственный парк? Все, там бассейн, маленький собственный парк, назовем это, наверное, сквериком каким-то, да? Но, ну что, вот окна в окна, площадочка как бы, да? Ну, ну 300 тысяч. Мы, наверное, закончим сегодня травить вам душу и себе тоже, в том числе, такими прекрасными местами. Спорный очень все-таки вопрос, имея полмиллиона, покупать ли квартиру в таком месте, о котором мы вам сегодня рассказали? На мой личный взгляд, наверное, нет. Как человека состоятельного, в Испании, что может быть лучше в Валенсии? Больше жизни, больше людей, больше движухи, так называемой, больше возможностей к устройству личной жизни, к работе, ко всему остальному. Мы не знаем пока, куда приведет нас судьба в следующий раз, в следующем нашем видео, но сегодня мы были здесь. Напомню, что мы ищем дорогую квартиру в районе Авени де Франции нашему клиенту. Инфоповодов особенных каких-то пока новых наверное у нас нет. Все так же, все тоже. Перевод денег из России, открытие счета, НИЕ, все это очень сложно. Номер НИЕ, банковский счет, деньги на счету в Валенсии. Вера Гозик, вашим услугам, мы покупаем любую недвижимость для вас. Всех любим, целуем, обнимаем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok